во имя отца и сына и святого духа послание святого апостола павла галатом 1 глава 8 9 стих но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема как прежде мы сказали так и теперь еще говорю кто благовествует вам не то что вы приняли доводит анафема какие страшные слова слова анафема означает проклятие полное отвержение вот если в это дело вникнуть слова анафема во всей библии встречается только четыре раза в два раза мы прошли прочитали рядом 2 обманом и том же говорит уже проклятые еще раз подтвердить проклятых кто не здесь а приходит были бродящие проповедники они с места на место переходили вот дедаха о них и написано если два дня или три дня от бога если больше гоните его просит хлеба дайте просит денег гоните его никаких инструкций не было соборов не было здесь говорится о том что иначе будут чтобы сравнить и иначе надо знать что апостолы проповедовали вот когда в это начинаешь смотреть вот по милости божия это прелюдия к завтрашнему празднику что больше всего побуждало господа сойти а вот то что сейчас есть сплошная лента проклятие идет и мы сейчас прочитаем это все я вот нашел то что это говорится о православных я знаю очень много разных течений называют конфессии динаминации но ереси есть очень хорошие люди но они не церковь и давай апостолы то говорят о том что невеста христова церковь 16 по 17 матфея говорит господь я создам церковь а то в америке 21000 церквей разных наименований одна церковь по слову божию а у нее название можете такое по слову божию о том что мы сейчас вот поем вот есть такое ну как сказать православной молодежи петр мещеринов игумен я его трудами даже пользовался другим годовал считать он прямо говорит примерно 85 процентов нашего богослужения нам совершенно не нужно мы не понимаем стоим друг на друга смотрим книжки перебираем и и кончилось и кончилось ничем это люди его никто не не отлучает ничего потому что он знает все его знают он не трогает власти высшие он конкретно говорит стоят только по сегодняшему то я называю столбушки как же быть знать надо учения но сейчас откуда-то кто-то приехал выходит на проповедь как мы можем узнать правильно говорит или нет апостол под самую высокую проклятую ловушку человека подставляет кто его поймал откуда он в чем оно заключалось учение троицы это самое главное отец сын и святой дух это основа основ мы православная то есть мы правильно славим бога постоянно слава отцу и сыну и святому духу и ныне и пресно и во веки веков аминь бог отец бог сын бог дух святой один бог на то чтобы вот это все доказать ушло семь столетий собирались собора они как вот не там был арий несторий там нефтихи которые это все церковники были они говорили что христос это первое творение божие но не бог вот я беседую часто с теми которые сегодня почти два миллиарда мусульмане называется тайм ислам они какого-то имеют пророка иса называется он не умирал первое говорили враги что украли его не воскрес украли эти говорят а он не умирал поэтому не воскресал это главное против чего сатана бьет все время и господь говорит не дастся иного вам знамения кроме знамения и он и про района который проповедовал и так сын человеческий главное это воскресенье а воскресенье словословие отцу и сыну и святому духу мы еще раз прочитаем сейчас эти два стиха потом пойдем дальше внимательно слушайте это нам он написал и мы православные сегодня получили барнауле вот это читай нам к себе применяйте прямо но если бы даже мы или ангел с неба стал благорестовывать вам не то что мы благорестовали вам да будет анафема по порядку не то что мы благорестовали значит то что апостол благорестовали нужно знать он это оставил недоконченно поставить пресвятеров епископов в сектах нету священства самозванство есть уже священники есть откуда они взялись вот вы знаете слова баптисты вам известно а когда возникли 1609 год джон смит ему то но он видел правильно как и мартин литер да неправильно до ошибки но ошибки выправляются в церкви но не так что я буду из церкви свое образуют а вот ошибка то главное в чем и он что воду зашел руки на себя положил я крестился даже пьяный батюшка этого делать не будет хоть какой он будь а как объяснить никак все уже объяснено надо быть церкви а в церкви все объяснено они да не надо мы напрямую с богом зачем нам эти посредники там какие-то толкователи толкователи нет ничего и нет вот сейчас слышали как зато саус говорит господь поставил пары перечисляет пророки апостолы и учителя в третьих у них нет учителей начинают перечислять сегодня будет там назад называет так и другие там название все они английские там откуда вы взялись первый раз как кто проповедовал и лучший проповедник у них был спержен его король проповедник но не в церкви долго ставил вопрос англиканская церковь она имеет священство или нет и перед революцией уже все договорились будет объединение революция остановила это оказалось у них настоящее рукоположение у нас настоящая значит а наши братья секции разные которые до 1639 году первая баптистская община небольшая была в роджерсе 600 1600 а господь сказал все я с вами во все дни до скончания века с вами и говорит я создам церковь и врата ада не одолеет ее кто такой брата ни один не может ответить еретики гонители те которые преследовали коммунисты фашисты все это все врата ада потому что если принять их врата открытая человек идет в ад и вот он нашелся такой тут навал учить людей как митинги газета такая хочешь быть счастливым выходи на митинги официальная газета от КПРФ даже никогда не подумаешь которые загубили стране 66 миллионов людей своих подряд мили какое обучение не было даже речи я встречался с теми которые сидели по тем временам которые приговорены к расстрелу были ответ один согласно слово божие поэтому слово божие не должно от нас они хладить мы читать его день и ночь делать сравнение он говорит не по слову сразу остановись если мы слово божие не знаем то легко обманывать человека что угодно можно ему говорит он он говорил правильно а как-то решил что правильно я вот сколько писала православное самое не просмещенное народ наш глупый и тупой и никто то сказала специальная была комиссия составлена вот мироточат иконы но и там павел флоренский экономцев биология все это собрали благословил патриарх и они начали трудиться над этими иконами зарубежные говорили вот иверская икона божья матери я там было там ваточка промокнута маленько и я залова на целительная у нас истина а у московской патриархии ни одной нет мироточивый а московской патриархии только в одном и ванами 13 тысяч икон мироточат подряд даже в сумке лежит открывает а с нее миро течет всем хвалились то у нас иконы и кто ему нес один которым она самара точил он с ней ездил убили его и икону украли нигде нету я думаю не без воли божию почему господь допускает такую беду выход только один исследуйте священное писание и когда говорит анафема мы должны сказать да анафема вот у нас начни сейчас перебирать мы столько найдем что не по слову божию ну все от рождения до смерти и в церковь люди приходят главное не верят воскресение из мертвых разговариваешь нормально христос воскрес ну да а ты веришь что умрешь и воскрес кто я да нет конечно и не как-то священники не верили епископы не верили и тогда господь сделал так что молодые люди офицеры молодые зашли в пещеру там гонение было закрылись они где-то почти 300 лет проспали а когда вышли магазин послал они даже не поняли что время то какое идет приходе в город крест а что такое и дальше он не может никак понять пришел монета рассчитывается кто взял смотрит а монета это 300 лет назад была она золотая а где ты взял на как где мы офицеры нам платят и кое-как поняли что их не было там и бог это чудо и вел для тех которые не признавали воскресение из мертвых нам сегодня доказывать ничего не надо все доказано если не то вы хотите узнать а где у нас не то а вот это не то в любом вопросе я ни одного вопроса не нашел вот мы как-то остались под до осени то и там у нас кухонное место ездили в деревне потеряли какие-то но и взяли деяния 28 глав давайте по стиху будем смотреть у нас есть это нету дальше есть это совершенно противоположное 28 глав прочитали все и мы ничего не нашли что было бы у нас и простые вещи вот сидят у батюшки за столом обедают что интересно кто-то насобирал который я говорил слова за обедом епископы в разное время было я даже забыл со священник около 10 роликов нашли выступление но сейчас быстренько девора распредели кому скорее чтобы я спрашиваю владыка митрополит сергий то что написано в евангелии это правильно однажды александр неусыпающий называется он подошел к настоятелю и говорит библия написано евангелие это правильно то сразу тревога брат александр потерял веру а чего решили то ты же спросил правильно ли евангелие но я спросил а вы еще мне ответили вы в колокол ударили собрали всех монахов а мать ступики я хотел сказать что не заботись о завтрашнем дне зачем у нас такие склады зерна и всего давайте богу доверимся жить как прожил хотя в какое-то время то так не отреклись никто и не думал отрекаться ну и как они пошли есть охота по него рядом нахом работы где-то то есть эту дармовщинку прикрыть надо ну и дальше как все так и я говорю я не отрицаю ничего я хочу указать что если мы серьезно относимся спасению мы увидим что вот это хрм проклятие касается нас в какой-то степени кто бы что не пришел что не сказал а все просойдет и при том услышали ли где-то или храме были где-то человек верующий он не будет колебаться и вот сидим у нас за столом у батюшки я владыку спросил все правильно написано правильно апостол павел прощается с людьми деяние 20 глава и они там когда вышли уже преклонили колени все мы можем так с вами простите чтобы не колесом вашего лимузина кланяться в машине когда сидите а с вами стать на колени на улице и чтобы как один из нас был это почему нет мы сразу же там палатки расстелили и он пришел там с ним еще священник был семинарист и батюшка наш и там мы стали молиться все засняли я это все послал патриарху это единственный раз больше нигде такого не видели простое дело преклонить колени так написано и с кем не с чужим человеком который к нам относится доброходно даю дает все мы к нему хорошо относится но почему я простить себя по-апостольски и падали на шею целовали его и особенно они были тронуты что он говорит прощаются навсегда вы меня не увидите в иерусалиме меня арестует уговаривали уговаривали махнули рукой наверно так и будет так и будет и вот мы считаем 9 стих еще раз почитай смотри снова повторяет как прежде мы сказали так и теперь еще говорил кто благовествует вам не то что вы приняли да будет анафемы так первое карида в 12 3 рассмотрели проверять надо на нашей совести чтобы мы увидели не так я вижу допустим сектанты стоят где-то при галстуках я приготовил уже на это особые знаки бог да при галстуках все бритве без платков а где христианство то ваших у христианина все иное и на бытие об этом все святые говорят по-другому потому сказываю вам что никто говорящий духом божиим не произнесет анафему на иисуса и никто не может назвать иисуса господом как только духом святым поэтому не дается признать христа господом то есть сотворившим этот мир если человек верующий да я верю все анафему христу не может потому что дух святой не дашь ему это сказать вот мы еще одно место нашли дальше 16 глава 20 стих 1 коринфян кто не любит господа иисуса христа анафема марана фа любили моего или только от него дай господи заболели дай господи хорошего врача руки хирурга там мы все припомним а тут просто ничего просто любишь или нет а как любите меня соблюдите мои заповеди христос дал основание этому а какие заповеди ты не считаешь заповеди постоянно идут давид горит я встану рано во сколько встаете договариваться на молитву все смотришь проспал вот раз другое почему ты не обезопасность тебя я договорился с сестрой звонят ровно в 4 40 мало того у меня еще было раньше через стенку живут на всякий случай но заставь в постели у меня свой будильник на это еще есть тут может быть брать здесь рядом нет а ты побеспокойся об этом я встану рано а почему я высыпаюсь ложись раньше попробуй выполнить то что говорил давид имея столько забот о государстве обо всем что видел неприятели он военный стратег был и все равно вставался и говорит 7 кратный день прославляю тебя за суды правды твоей 7 кратный день а тут под любым предлогом не получается это лишь идет о нас кто не верит господа это что у нас 1 царство вот написал то 1 и она 1 и она 11 2 3 стих 4 2 3 стих до 2 3 стих духа божия духа заблуждения узнавайте так всякий дух который исповедует иисуса христа пришедшего во плоти есть от бога а всякий дух который не исповедует иисуса христа пришедшего во плоти не есть от бога но это дух антихриста а которым вы слышали что он придет и теперь есть уже в мире есть мы есть свет серий комглы нету есть жилья смерть ты выбираешь что и так признаешь его господом это рождённость выше он принимает это он благодарит бога считаем и символ веры богослужебных и это у нас постоянно это все полезное то что мы не понимаем немного прицепляемся к этому 2 коринфянам 11 4 посмотрите сколько раз об этом говорят как нам устоять в это истинный полюбить господа спрашиваю постишься нет да как же ты тогда был берущий то какой ты а почему не постишься под разными предлогами где-то ибо если бы кто придя начал проповедовать другого иисуса которого мы не проповедовали или если бы вы получили иного духа которого не получили или иное благовестие которого не принимали то вы были бы очень снисходительны к тому вот как по-другому где-то изменения что-то вносит и и смотрящая колебнулся у нас было сколько людей ушло ушли куда там что то есть ничего нету полностью потеряли все я вспоминаю молодые люди были где ну и каждый думал я лучше найду вот я заметил человек который говорит неправду и бог эту неправду учитывает вот спрашиваем это надо жесть потеряевки ходил на занятия а теперь когда стал недоволен а я и до вас все знал то есть то что он от это вот имеет так вот а тут он не знал он пришел в университет сидит записывает все нашу сестру взял женился ну нормально все получилось что-то неурядица какая ничем-то недоволен я ничего отсюда не получил господь сразу вот так вот что у тебя было то твое а там ничего нету сразу и поста нету и в храм рядом живет и не пойдет и нет ничего и вот который говорит я тут получил мне открыто отец геннадий пост ему бог такое дает что кажется никому даже сегодня даже не знаю можно ли назвать православие равного ему кто-то какие книги как какая работа он всегда говорит я вот здесь был мы делали я стоял с краской на лестнице а он стоял рядом я ему говорил первая встреча все он здесь все получил я понял говорят у нас а он минонит немец в аптисов был у нас горит от ума а православия духа святого у меня такие изречения интересные и какой бог дал ему что он имел вот мы трехтомник нового завета и откровение у меня гостей было много из академгородка новосибирского я ухожу на работу сторожем был через линию перейти рядом и начинаю давать что кому делать а мне что но если вы столько знает и это на андрей кисарик и подокивского там начинали такое неполное толкование я приватим займитесь и этот я сказал вот этим займитесь у него ушло два с половиной года на это он нас всех святых отцов нашел и вот теперь который у нас вот и есть трехтомник там все то есть такого полного разбора толкования нигде нету при этом своего ничего не говорится это ему написано было это 400 кажется 30 страниц в этой книге занимает толкование на откровение мы самые богатые мы можно сказать первое опубликовали столь массовый сколько раз уже перед перед на было поэтому если ты что-то делаешь не допусти малейшей лжи я не прав а не прав защит по неправде твоей ты получишь по неправде дальше галатам 313 смотрите сколько предупреждений нам господь дает 313 христос искупил нас от клятвы закона сделавшись за нас клятвою ибо написано проклят всяк висящий на древе клятва это проклятие проклят вот если бы христа где-то утопили его там сожгли застрелили это не христос он должен все проклятие мира взять на себя его повесили на древе вот это завтрашный праздничный день меня то что я хотел бы дальше сказать только после батюшки уже когда будет но тут все равно для нас понятно повесили на древние древе не случайно а проклят висящий на древе как то христос проклят так написано почему проклятие мира все на зашло вот у нас рядом где мы мед покупаем это будет 9 километров примерно ну с чем-то он огорчил какая-то она даже как-то родственница нам не знаю даже как но говорили а сын сильно и огорчил и она только сказала ему он над матерью там обругал ее всяком да будь ты проклят и он вышел сразу же нетрезвый сел на скамейку рядом работают чеченцы там что-то вызванные сценарики строят или что-то подошел там дальше курить нету вот сразу кижалом зарезал и все когда мать узнала выскочила теперь она хлопает руками все жизнь ее окончилась он и не один был будьте осторожны с этими словами вот почему в израиле пассив всюду везде начинается говорить слушай израиль мы сейчас посмотрим слушай израиль и по частям идет перечисляет на одной строчке проклятие на другой 3 4 5 проклятие проклятие и все должны сказать проклят проклят а если ты это делаешь ты себе проклятие говоришь вот это библии нам говорит господь будет судить нас по слову своему так матфея 16 глава 16 по 17 стих симон же петр отвечая сказал ты христос сын бога жива тогда иисус сказал ему ответ блажен ты симон сын ионин потому что не плоти кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах вот мы даже верить так это христос никогда не утверждал учения нет он год правильно ты сказал пётр все замолчали не знает и ты не сказал не от грамоты а мой отец тебе это открыл и где господь там одна чистота и там святость и мы даже помнить что кто говорит что не христос нигде не говорил о себе что он бог там сын божий вот пожалуйста это я говорю о тех которые не признают его но мы можем отвечать им так что тут написано тимофея 1 1 тимофея имея веру и добрую совесть которой некоторые отвергнув потерпели кораблекрушение в вере и тихо даже мало и только а вы знаете что такое кораблекрушение если никогда не видели и вас море не трепало готов беды не видал усыпиться не за что ночь я стоял за штурвалом в это время ну так давал мне бог чувствовать это и не знаешь куда плывешь когда расцветало там какие-то шаланды идут давайте туда спросим где в каком государстве плывем ничего не знаем сейчас когда был возьмите где-то шторм и там написано вагнер и ведь как он поднимается за волной только машина одна торчит это наша жизнь вот когда начинаешь говорить с человеком а какие же у вас доказательства на это очень просто ты веришь что христос сказал все я творю все новое ну да а верю что он сказал говорит и все я с вами во все дни до скончания века ну да с теоретиками листям во все дни и поэтому 1609 году он был с церковью 1517 там 95 тезисов мартина лютер выставил начало протестантизму положено было монах ученый женился на монашке 6 детей нажил ему поклоняются ты богу давал обещание то мы здесь у даже православные какие бы не были но если он был монах ну и такое сделать то его никто не одобрит а тут прямо обрадовались пошли за ним перевел на немецкий язык хорошее дело сделал так 2 коринфянам я постепенно набирал поэтому не по порядку 2 коринфянам одиннадцатая глава 13 14 стих 11 глава с 13 почему таковы уже апостолы лукавые делатели принимают вид апостола христовых и неудивительно потому что сам сатана принимают вид ангела света это сатана как они даже исааки печерский насмеялись и сначала там бисенок какой-то подошел ты так богу угодил что господь тебе явится и исчез ну и дальше началось когда пришли стали говорить за благоухару там какие акафисты считает сатана этого ничего не боится а то вот он боится живые помощи а почитайте да главное это сила славянский язык и когда считаем на церковно-славянском языке то написано дьявол дьявол сказал бросься вниз на руках понесут тя боится он прямо считает живые помощи ну откройте вы увидите когда господа искушал сатана ну и все он поклонился ему в ноги то как хохот раздался исаки наш и они начали подняли вот как бывает там бадминтон играет и как мяч стали кидать одного на другой утром братья пришли а там всегда к нему и там может быть отверстие какое было благослови очи никого нет а он кирпичами там заложены опять благослови нет еще чудо-то когда за 6 сердце бьется он живой он все разучился что было у него вымело все он не знал зачем за стол садится ложка до чего она тогда сказал настоятель не трогайте он сядет отсидит ушел день неделя месяц он врут не берет и все сидит глазами моргает а ничего нигде нету я это насчитывал когда и вот меня особенно тронуло когда он бунта пришел и отдельно хотел а потом но отдельно теперь он уже не хотел мне до того сделать смешно но у меня он друг мой говорит вот тебя тоже с она искушает и в это время мы на первом этаже большое окно одно раму буквально выламывать такой стук раздался а рядом с вокзалом живем недалеко что делать время-то ночное открывать а человек стоит он не зайти не может нашли перекрестились выходим снегом все занесло нигде даже воробинного следа нету а слышал ни один это на записи все отразилось и сатане как не понравилось он прямо готов был раму разломать это у нас конкретно так и было потом принимает вид ангела света подойдет и но особенно вот когда бывают молодые люди и женятся ты маленько то смотри кто перед тобой что дальше будет маленько кто родители такие где они все маленько то не на день день на скорую руку на долгую муку поговорку говорят а почему что угодно сделать сатана либо погубить человека и больше всего губить на этом грехе дальше галатом 30 прочитали деяние 23 1 день 21 14 14 плохо вижу сижу день и ночь с этими и печатаю на компьютере они придя к пересвечению и старейшинам сказали мы клятву и закрылись не есть ничего пока не убьем павла вот какие клятвы то бывают говорим 40 нет говорит свыше 40 даже здесь а тут быстро и нас 40 то здесь нету надо еще увеличить и самые сильные крепкие там спортивные виды как омон какая там сегодня самый лучший это когда захватывает самолеты как они там залазят где-то него не будем есть и пить пока полу не зарежен как они по не очень аккуратно это делали то и в мальчик какой-то прошел рядом услышал это родной племянник павлу и он пришел и опалу рассказал как иди начальнику расскажи начальник понял ничего не сделать они убьют и сразу же 200 там кажется 400 у него воины солдаты и центральный город и там же ничего не сделать а тут они такое ну и дальше начались судебные истории которые там есть дальше бытие 925 я специально надо набрал места где сатана трудится над душами а зачем ему досадить господу 925 и сказал проклят ханаан раб рабов будет он у братьев своих вы знаете из-за чего случилось хана это внук ноя а хам это его сын и тут начинает думать почему так было то видимо когда выпил разметался одежда не было и он лежал как мать родила может быть и это сынишка то увидел ты и отцу пришел сказал а тут пришел да насмеялся два других сына одежду взяли не смотреть на отца прикрыли его когда он протрезвился и проклинает хана она вот это африканский континент правы работают по так как нужно относиться к родителям так если ладно они родители живая если нету только перед богом защите господи в другое время матфея 2541 этим а сколько открываем мест чтобы убить как сатана губит души и человек попадает под проклятие тогда скажет и тем которые по левую сторону идите от меня проклятые в огонь вечный уготованы дьяволу и ангелом его значит дьявол приговорен это надо помнить и почему на малое время им удается я про интернет и данные говорю привезли тёлку из америки красная от арыжая кора ее надо сжечь этим пеплом там покропить строит тайно уже начали строить третий храм а то все при дверях первосвященника провозгласили прямо до сегодня показывает она когда стоит она прямо огнем пылает поехали туда несколько раввинов проверили если вы хоть одну шерстинку на шине красную забраковали но специально вывели таких надо следить за этим почему вплотную мы подходим как мировая история должна повернуть а что нам бодрствовать бодрствуйте и молитесь другого нет научитесь сценить то что если вот пойдешь сегодня оглянись как у нас здесь хорошо смотри какие тут ковры как тепло ну 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 все все стол такой у женщин определенное место как будто для батюшки отдельно кто-то для нас это приготовил и мы сюда пришли его за все это мы не платили почему господь засчитал то что меня не должны были и дома когда уходишь оглянись как тебе там хорошо сколько ты там счастливых минут имел прославь бога дальше неемия 1325 мы более строгим сейчас посмотрим посмотрим но да вот она где промахнули мимо 1325 я сделал за это выговор и проклинал их и некоторых из мужей бил рвал у них волоса и заклинал их богом чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя вот как вот выступает православный батюшка прям я сам послушал и судом поверил мне скинули и он выходит такой знатный очень в настоящее время и говорит вот дети в боже это рождаются какие они были красавицы и ангелы стали им как мужьями сыны божии стали жениться откуда он берет это ей ересь как они зачутся когда у них плоти нету и сынами божьим ангела нигде не называет второй момент а кто сыны сипа а это кайного кайного племя я не стали на комсомолках жениться там таких которые не в церковь никогда не ходят так господь любит нас показывает дальше откровение 22 18 и господь проклинает и вот этот неемя так ревностно призывал чтобы всемирный развод сделать поженились а что билл рвал в волосы и не скрывает это так разве это учеба а вот человек лежит на линии идет пояс ты будешь разбираться больно не больно ты за что угодно ухватишь его или который тонет который тонет а ты решил спасать он тебя будет топить поэтому за пропение голову за волосы держи что кверху смотрел дышал другой рукой подходи и так откровение 22 18 я тоже свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей если кто приложит что к ним на того наложит бог язвы о которых написано в книге сей и добавлять книга понимаем откровение и как эти события когда спрашивают события которых я сейчас сказал они более всего нас побуждают чтобы бодрствовали берегли это драгоценное время что пойди в магазин ты хлеба можно хоть мешок взять да и разные продукты и овощи все не ропщите никогда вы видите какая беда была сколько людей погибло все там разбираются по одному за забирают а так мог оказаться я и да далее это у нас что судьи судьи еще одно просчитаем я взял те моменты когда люди теряют связь с богом и что из этого получается судей 12 так нет не надо это другому другому все на этом и так речь идет об анафеме чтобы нам под ее не попасть я говорю вот мы разбирали деяния апостолов мы видеть вопрос ой ну нет этого самое простое какое скажите чтобы мы могли сделать такое чтобы нас вернуло к апостольскому времени у человек больной а можно ли ему сидеть он дает лучше сидеть и молиться нежели стоять и думать о ногах которые тебя не держат два варианта очень простые но конечно если не может у нас хорошая была сестра она умерла 90 кажется 4 года и было серафима гавриловна 5 95 лет ни разу не видели чтобы она села ни разу и чтобы она опоздала был один раз я на огороде пошел она не знала среди недели и где-то это делает сиди там бесполезное дело я даже настояла и упала ну упала упала нет она стала молиться или господь открыл почему упала и она ясно дело старый человек и она пришла ко мне на дом там и стала говорится увидел как я упала видел я стали садить она не села костырёк опять достала и я остудила человека я ангел меня поразил здесь вот где она лежит на боку здесь и все еще размышляет где она огорчила своего господа любимого и поэтому господа надо любить он сошел и умер за нас где говорится всякий верующий да ставь туда свое имя богу нашему слава что нас избрал благословил и осветил аллилуйя аминь